10 октября в Крапивницке. Решил провести исследование. Есть ли в лесной зоне возле города грибы? Посмотрим. Проще десантников живописно, но грибов я пока что не вижу. Лелековка. Лесной массив возле остановки Тюльпан. Тут грибы иногда встречаются. Посмотрим, что здесь. Дубовая роща. Опавшие листья, но грибов, как видите, нет сухо. Наверное, может быть из-за этого пока грибов не видно. Живописный пруд возле лесочка. Но мне подсказали, что грибы бывают на другой стороне труда. Пойдем посмотрим туда. Вот грибочки первые. Но они явно несъедобные. Почему? Потому что, смотрите, срываем. И вот что такое творится. Там черное там внутри. Черное, рыхлое и несъедобное. Какие-то дождевики. Ну вот, нашел грибы зонтики. Тут их несколько штук. Дальше, дальше. Ну, как бы полусъедобные грибы. Сейчас посмотрим, что они собой представляют. Вот такой вот гриб. Вот еще нашел один гриб. Он похож на какую-то сыроежку или дорожку сизую. Сейчас посмотрим, что он собой представляет. Черный. Черный изнутри. Что-то мне подсказывает, что он не очень съедобный. Не очень съедобный. Хотя, понюхаем. Пахнет приятно. Вот нашел еще один гриб. Сейчас посмотрим, что это такое. И даже два здесь. Да, ну, похоже на сыроежку. Приятный запах. Сразу нашел по запаху. Кстати, собирать хорошо чувствуешь запах, потом видишь гриб. Вот еще сыроежки. Несколько штук тут их растет. Да, я вижу, что тут сыроежек. Самый распространенный гриб в этих местах. Вот столько сыроежек я насобирал в одном месте. Грибы дождевики. Их можно есть, пока они еще не черные внутри. Только светлые. Сейчас посмотрим. Видим, дождевики свежие. Белые внутри, не черные. И вполне съедобные. Ну, вот что удалось собрать за пару часов тихой охоты. Немного, но, как говорится, можно подышать свежим воздухом и развлечься собиранием грибов. Место нужно знать. Как правило, встречаются грибы чаще там, где ходит меньше людей, на каких-то просеках, полянках. Сразу чувствуешь запах, потом видишь грибы. Ну, у меня лично так получается. А на этом все. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Виталий Николаевский. Вот такая вот сковородка грибов получилась из сегодняшнего урожая лесного. Проварил их сначала, потом поджарил на сковородке. Со сметаной чуть-чуть добавил перчика. И вот, довольно вкусно. Желаю всем удачной тихой охоты.